так друзья я рад вас вновь приветствовать в нашем путешествии с ведьмаком герлитом привет термачка если вы не хозяйки что в чаще правил давно бы мы все давайте пообщаемся с этим старостой хотя у нас приветствую вы по какому поводу знал зулю и букая они кажется жили в этой деревне добрые боги откуда вы знаете начаровали что они оба как сквозь землю провалились мы их неделю не видели я нашел могилу этой девушке письмо из него следует что она отвергла букая потому что любила другого зулиан так да вы думали они на север сбежали счастье искать и букая примерно тогда же съехал то есть значится это призрачница наша зуля не может быть такая добрая была девушка такая ладно и может вы знаете где они встречались ну молодые то обычно на поляну ходят на запад от деревни за поля добрые боги тот самый проклятие это я не сниму придется изгонять призрака для этого надо привязать его к месту так я тут подумал по раскинул так как мы всего лишь 6 уровня вот заказ на решачих у нас 10 то есть в общем то по заданиям можно конечно рвануть и попытаться но смысл как бы особо ниже то есть можно взять задание уровня где-то 7 8 а когда на на 4 уровня это довольно таки будет тяжеловато и может быть даже затянется поэтому к этому заказом еще можем вернуться благо у нас еще куча потом появится других заданий вот и у нас тут вот именно наши уровни есть два основных задания хозяйки леса кровавый барон и дополнительное приглашение от керемец которое мы в общем то и хотели мы собирались пойти то есть в общем то задание как бы мы получили вот и когда достигнем более-менее приличным уровнем то есть можно будет уже как бы отправиться таскать выполнять это задание меня так да где-то где-то в которой который кувал и своим машет на доски на губайте габриэль за габриэль габриэль давай габриэль покажи товары надо скинуть ему лишнее железо этот тоже так 29 на 90 вполне сносно охотничий уровень 7 узоров будь здоров и так отправляемся отправляемся перри посмотрим что что она нам так как мы еще там не были поэтому перед перехода у нас нашу дорогой по латвичку нашего верно вас как у нас привязанной головой какого-то чудища к стене фото чем уступ привязан то грифон модификатор отрубить конечность в общем-то других модификаторов у нас похоже и а шорт купил ты е-мое чего вот теперь у 33 уголу наши лошади будет вот такие глазками закрыты получились на отправимся и поговорим с первой терочкой ну вот прибыли довольно таки быстро и давайте пообщаемся уже с непосредственно госпожой зачем ему были нужны крысы сучьи твари лопаты мы их порубил и потравил бы что ли ухта гейра что ты тут делаешь геральт но ты меня и напугал ну нет колдун говорит принеси мне крыс только чтоб здоровые они у кота из глотки выдавленные это светильник из эльфской шахты что там насчет крыс а ничего серьезного потом объясню сначала скажи что тебя привело зачем тебе этот светильник ты же видел чтобы общаться с потерянными душами не знал что тебя интересует магия такого рода в этом нет ничего дурного ну да еще вдруг эльф пообещал тебе светильник это был обмен ему требовалась сильная магия и он почувствовал что я непростая заклинателенца бородавок я приготовила ему микстуру замедляющую деградацию нервных тканей это лекарство может например остановить потерю памяти и кому он собрался его давать он не сказал я просто обязан тебя спросить что ты тут делаешь дай-ка подумать может быть дышу свежим воздухом или восхищаюсь видами а может я укрепляю вечный союз города и деревни нет я тут скрываюсь геральт ты слепой ты не видишь что ли что творится в мире ты о гонениях на чародеев да я говорю о новом увлечении родовида он уничтожает всех кто занимается магией ты что не слышал об охотниках за колдуньями убийца прочесывают север вдоль и поперек жгут манускрипты вешают ворожеек пытают травниц выбрала странное место для укрытия я не выбирала на севере люди родовида ловят чародеек как рыбу в пруду юг занят нильфгаардом куда мне было бежать император держит чародеев на коротком поводке но от ремесла не отлучают родовитые мгр отличаются всем кроме одного оба они ненавидят ложу чародеек а я входила в ложу как тебе роль деревенской колдуньи кошмарно безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует они уважают любого кто сумеет изготовить мазь от геморроя ты ведь давно уже здесь достаточно чтоб покрыться плесенью ты не представляешь как я ненавижу это место ну к делу я на прежней колдунь и тебе досталось порядочно рухляде это еще мягко сказано да с удовольствием ух ты нифига себе вот это вот довольно таки хорошая штука она очень дорогая надо бы как-нибудь конечно ее взять она возвращает все очки в мини потрачены на развитие после чего их можно заново распределить также у нее есть до хренище чего офигеть что путешествие между мирами сопряжение сфер так это мы читали малый румный дымный да надо был как-нибудь как-нибудь надо будет когда проживет не запомнишь все общем то зеленая плесень споры я кольца маку так это у нас северный ветер масло против магических тварей гибриды от повышенного приманка на черта так здесь у нас большой гриф ирдена 10 мощь ирдена да у него тут получается довольно таки крутые такие чертежи 20 пробитие доспеха так сварок 3 да тут с большой да он таки с большой сумкой надо к ней приходить с большой сумкой денег чтобы 5 5 всего атаки 315 да так же умеешь то есть черный порошок селитра химическая паста вильный камень это эссенция лунные осколки и прочее 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 большой глиф и гни 1450 7000 600 1300 да не поспоришь ладно вернемся к ней позже алхимия большой красный силу атаки 10 мутагены она не продает понятно чертовы грипп урон ядом у нас идет могут обращаться лунная поля ладно давайте-ка дальше двинемся ты говорила у тебя есть какая-то просьба да есть ты же слышал о проклятом острове на озере моречка мужики постоянно о нем рассказывают говорят мол там призраки обитают и будто живым оттуда никто не возвращался и что за проклятие на этом острове этого то я и не знаю я должна его снять а не смогла даже источник найти что то же ты знаешь ну проклятие как то связано с башней там после нападения нильфгаарда укрылся всерад властитель этих земель в деревне говорят крестьяне с голоду поплыли на коломницу просить еды и их там перебили ты поможешь мне снять это проклятие я знаю ты в таких вещах мастер очень тебя прошу так значит крестьяне приплыли на остров за едой а властитель приказал их перебить в деревне говорят он их отравил какой симпатичный правитель я с ним не встречалась но чародей с острова рассказывал о нем и по рассказам сират не показался мне таким жестоким на острове жил чародей ты его знала что с ним стало мы были друзьями он погиб вместе с остальными там почти никто не уцелел а те кому удалось бежать с острова позже умерли в мучениях но не думаю что это был яд почему для тебя это так важно не для меня для местных мужиков расколдуйте остров барыня вы же такая могучая колдунья пристали покоя не дают и что мне казалось ты не особенно считаешься с местными ты же такая могучая колдунья если я не сниму проклятие они могут решить что не такая уж и могучая чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями не думала что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация слушай я не для того забралась в этот медвежий угол чтобы так нелепо попасться какому-нибудь хаму с траурной каймой под ногтями я тебе помогу я знала что это дело тебя заинтересует тебе разумеется придется сплавать на коломницу я счастлив и что мне там делать сперва установи контакт с духами которые блуждают по острову возможно они подскажут как найти источник проклятия думаешь они окажутся настолько общительными да если ты возьмешь мой магический светильник потом можешь оставить его себе в награду ты сам увидишь вещица это весьма полезное может ты просто сплаваешь со мной я уже пыталась пробраться на коломницу но магия проклятия слишком сильна у меня чуть голова не раскололась и поэтому ты посылаешь туда меня у тебя просто задрожит медальон а у меня кровь хлынула носом в аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии а это было как ударки с тенём ладно не оправдывайся можешь взять мою лодку я оставила ее на берегу рядом с деревней думаю она до сих пор там если только не сгнила как и все в этих краях как действует светильник берешь и светишь или нужна какая-то магия просто поставь его в месте где лежат кости и услышишь шепот только это не всегда приятно могу представить я потом тебе все расскажу исключая шокирующие подробности тебе не придется ничего рассказывать я дам тебе ксеновокс он позволит нам общаться на расстоянии ты будешь описывать что видишь а я скажу что обращать внимание держи мобильник так ладно никогда не слышал о ксеновоксах это примерно то же что и мегаскоп но гораздо удобно просто говорящая магическая коробочка мобильный телефон его сложно сделать очень поэтому они настолько редки я бы точно не сумела соорудить ничего подобного то есть ты не думаешь что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу очень в этом сомневаюсь так ладно скажешь еще что-нибудь полезное пожалуй нет ну иди уже мне страшно интересно что ты узнаешь на коломнице так что потом обязательно ко мне загляни и геральт спасибо пока из чего не за что так секундочку автоматом выскочил кровооборон а ну добраться до коломницы на лодке кейры да мы еще это не выполнили ну давайте-ка 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 добраться до коломницы воспользуюсь лодками а где сама коломница ли ты на лодку нужно прыгнуть болин кера где у тебя тут этот даже стыд нечего я так не играю так так на лодку в общем то наверно надо бы постараться запомнить где она тут обитает это севернее между этим и этим не торопись она может быть успеем я милую задумывал я балл так посмотрим посмотрим как а вот так вот да ну что ж поплыли друзья до этого острова кстати в предыдущие по моему часть или пред предыдущие я показывал вам островок и задавался вопросом что там на самом деле что за непонятный форт может быть может быть даже два ну вот я почти на месте и звучит как из ведра Ну вот, мы прибыли. Прибыли на этот остров. Тут я смотрю уже, утопся нас... Гераль, ты уже на острове? Синобок сработает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Да, тут дохренички. Утопивцев. О, это гнельцы. Блин, они взрываются, зараза. Уходим. Ага. Так, вроде бы... Шкурку поеду. Сердце, чудовище, печень, шкура. Еще что-то у нас тут. Ага. Тоже самое. Вот так. Еще какой-то. Без запчастей, что ли? Ладно. Так, еще один. Так, тут еще у нас один. Лови, прошусь, гранату. Да, этот пустой тоже оказался. Ладно, посмотрим у нас. Ага. Какая-то подземка, видимо. А, нет. Что-то оставляет нас в другом месте. Так, нам нужно двигаться. В общем-то, как это двигаться там надо, в общем-то. Но тут какая-то штука такая. Интересно было бы сюда заглянуть. Интересненько. Так, тут у нас... Сальмейская бригантина. Так, и все, в общем-то, получается. Что за бригантина? Броня. Броня. Плюс 7. 17, 20, 20. Сопротивлением стихии. У нас тут 35 идет. Этот 42. 209, 277. Ладно, пока оставим то, что у нас есть. Мы... Там какая-то то ли башня, то ли... Ну, еще тысячи огонь. Не понял, почему не сработало ничего. Ох, мой бог. Так. Слишком это много. Чак. Выходим. Зарвал шагер. Ну, неплохо-неплохо. Ну, неплохо-неплохо. Ну, там еще какое-то где-то. Какой идиот, блин. Ну, когда взорвается, измельцы, когда взорвается, они испускают вот именно этот... То есть, ну, в общем-то... Делали бяку, грубо говоря. Не всегда нам удается... Сделать медитацию, помедитировать. Готов. Готов. Ну, ух ты, их там вообще, блин, полная куча. Полный пакет. Вот это, кстати, интересная штука. Вот эти осы, они тоже, по-моему, вроде кусаются. Ну, их можно спалить. Либо их, либо их улья. Так, у нас тут опять гули от гули. Так, а... Им не особо, а, в общем-то, этот... Ирган. Ну, вот, вроде разобрались. Суть видит. Ну, вот, вроде разобрались. Суть видит. Альгулями, альгулями. Даже, в общем-то, и... Не понадобилось... Не понадобились никакие очки адреналина. А, тут у нас подсказка. Свежие останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. А, вот у нас и значочек. Да, тут у нас какая-то башня. И уже... Вместо, куда мы можем... В общем-то, куда мы можем, в общем-то, телепортироваться в случае... Что-то такое. А, ну да. Быстрый переход. Не нравится мне все это. Мужчинная башня. Осмотреть башню. Дополнительно найти духов с помощью магического святильника. Так. Водная баба. Да. Водная баба. Да. Я что-то вспоминаю. Она у нас... из, по-моему... Да, трупоед. Масло против тупоедов. Нам нужно будет, на всякий случай, нанести. Вот оно. Окей. Чтобы и еще... Еще что, еще что. Ну, в общем-то, и игни тоже. Поджарить. Оконы-то, по-моему, защита. Защита, поджарка. И так далее. Так, игни. Масло против трупоеда, в общем-то, помогло. Так. Для начала, я думаю, осмотреться, а потом уже... А потом уже... Лечь в эту чертову башню. Напомню, что вот это вот... Почему это все появляется, поджигается? Попробуем светильник Кейры. Да, попробуем светильник. Вот он, светильник Кейры. Милка! Уходить надо! Ну что ты там, живее! Милка! Милка! Что с тобой? Не знаю. Горячо. Жжет. Что? Нет. Не подходи! Не оставляй меня! Угу. Угу. Так, со светильником мы получили какой-то опыт. А со светильником он не очень быстро бегает. Ладненько. Каких-то духов мы нашли, в общем-то получается. Это где-то вот здесь вот было. Где у нас что еще может быть? Тоже неплохо. А-а-а-а. Какой-то домишко. Духов? Нет. Ладно. Возьмем селитру и что-нибудь в сундучке. слиток стары. Так. Ладно. Гуляемся. Далее. Что у нас еще может быть? Пока не вижу, не чертаю. Возможно, остальное может быть в башне. может быть и нет пока ниже ни хрена масло протезе можно даже не покупать иногда какое-то масло потому что можно в общем-то погулять и собрать так ничего пойдемте-ка зайдем в башню смотрим что у нас там будет интересно где барин а вот он лежит себе тихохонько башка треснула как бы не гнилая валяется весь в крови в дерьме совсем как мужик никакой в нем важности не осталось слишком быстро его убили пускай бы сперва получился так это еще не все у него сыновья остались и . пойдем наверно вот еще все . в общем то тоже неплохо тут нам параллельно еще надо будет следы крови здесь убили нескольких человек так крыса он сам зажегся ну видимо как-то а вот еще что-то похоже эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой ну да крыс очень много живых почти столько же сколько мертвых знаешь что они тут живут слышит так что то у нас там сундучки малой и гни так давайте-ка друзья на продавок и продолжим в следующем серии потому что в общем то дело интересно не хотел бы не хотелось бы прервать его на ровном месте на самом интересном по времени немножко не успеваю поэтому увидимся в следующей части в следующем нашем путешествии прохождении и так далее всем удачи всем пока вермачка пока пока увидимся далее удачи всем на крысятник раз крысячий где тут крысятник удачи всем пока